Вот это должны быть серии, вот там, Яплатрон Азис, например, да, или наши. Не, не, просто мы сейчас говорим о той модели, что заново мы сейчас начинаем строить, и мы сразу начинаем слаботочку сделать. Нет, тут слаботочку не нужно. Потому что это система... Вот если делать беспроводное на батарее, проблема в том, что надо каждый год у меня в батарее. Да, так есть. А если провести камень, то без проблем, тогда она будет работать всегда. Да. Вот. И есть вот разные элементы в этой системе. Они могут быть шкафные, ну или же фонарь, рейкучестиканалные, вот или там, например, ЧСМ, или вот там, Демиран, или фонтажные коробки, когда они там под запады прячутся. Для этой системы есть несколько вариантов контроля. Это с помощью приложений бесплатных, с помощью вот этой коробочки. и... А настроить само... Вот скачали приложение, да? Скачали приложение, и настроить вот, чтобы как-то что-то там работать. Прямо в приложении. Прямо в приложении можно настроить. Или вы можете без приложения, без сайтовой работать, просто вот непосредственно там беспроводный выключатель или вот там термостат подключить на реле. Такая точность вас тоже. А вот эту всю термостатку тоже продавится? Да. Тоже продавится, да? Она может быть в разных сайнах, вот стеклянные, там, ладно, пластики, пожалуйста. Ну и есть, например, и беспроводные термогонорки, которые я управляю в заботы. Или элементы, которые могут включить теплые полы, радиаторы, трубходеры. Хорошо, а проектировщики у нас есть? Вы здесь в Москве находимся? Мы здесь в Москве находимся, у нас есть поддержка, да, проекция. Значит, если вы в инсталляторе, и у вас здесь в проекте даете техническое задание, мы вам и даем то, что для этого будет не будет. А совместно вы можете включить? Может. Если у вас дом, вы скажете, да, у нас есть вот столько зон. Тут предполагаются такие функции, мы скажем, было бы хорошо. А как вас зовут? Меня зовут Алекс. Меня зовут Дек. Очень приятно. А можно вашу визитку? Да, я вам дам визитку. Я вам свою дам. Давайте. Очень интересно, потому что мы как раз в поиске таких решений, как вы сейчас рассказали. Пожалуйста. Спасибо. И сейчас минутку. Расскажите про сенсорные еще. Про сенсорные выключатели? Вот это сенсорные выключатели стеклянные, которые работают только по проводам, то проводная система, в убитой паре. Выключаются к контроллеру, и из разной грабировки, разное количество каналов, есть программируемая подсветка, датчик освещенности, датчики температуры внутри. Это все вот такие уже мотивфункциональные устройства. То есть фактически можно взять такую штуку поставить, ну я имею в виду пространство такое, мы хотим внедрить некую такую систему сделать вот в такие домики маленькие, в дачные домики. Да. Потому что ну дачный домик он сам по себе дешевый, там не надо дорогих каких-то решений. Потому что очень простые, недорогие решения. Интернет там есть? Конечно, мы изнутреннюю сетку должны сделать, и будет интернет такой. Но это же через Wi-Fi работает. Можно, да. Вот, то есть внутренняя сеть, Wi-Fi работает, мы уже поняли. Соответственно. А что в этом дачном домике находите? Освещение, вот там должна быть сигнализация, да? Освещение, воздух, и, ну, что там еще? Освещение, сигнализация. И только локальное управление, да? Или вот, ну, и пусть это, что бы вы делали на какие-то? Ну, желательно, может, на ресепшен вывезти. На ресепшен. А сколько таких изначальных домиков будет, например? Таких, ну, таких или там раз, находит штук 30. Штук 30. Это можно лучше действительно сделать на проводной системе, с тем, что, например, будем ставить контроллер, который будет работать на несколько домиков. Да. Ну, да, если 62 штуки, можно подключить к этому контролеру. Нет, такому контролеру можно и 500, и 700 штуки поставить. А сколько такой контроллер? Вопрос тоже еще, вопрос тоже еще в расстоянии. А там нужно будет разработать вот это промежутение, Метров 300, если экранированный как? Всего-навсего территории, да? Должно получиться. Должно получиться, чтобы импогретов ввести вот, может, на один, может, на пару контроллеров. И, ну, тут контроллер стоит вот 670 евро, ну, плюс дополнительные модули к ним. А я считаю, что если мы бы вот построили такую задачу, то, ну, там, стоимость такого решения для одного домика могла бы вот выходит, ну, может, где-то около полторы тысячи евро. Да. На один домик. Много. Много, да? Конечно, тогда лучше вот эту за 300 евро, все, чем за полторы тысячи брать. Тут зависит вот от диспетчеризации. Здесь мы удаленную диспетчеризацию не сделаем. Ну, как, если с телефоном можно управлять? Ну, а на один телефон свести 30 домиков будет невозможно. Хорошо, мы можем на компьютер вывести. Там нет. На компьютер только вот с такой системой. Ладно, Алекс, это уже и дали, которые потом... Ну, может, там тысяча видит, но тут надо посчитать. Да, может быть, не тысяча видит. Но зависит от функционала. Но я услышал одно, что прям локально можно сделать за 300 евро. Это можно. Да, это можно. Как раз три лампочки нам нужно для свет. Да, вопрос именно вот в уровне диспетчеризации. Здесь просто. Здесь телефон, здесь его настроили, и оно работает. А если вот мне уже нужна компьютерная программа, где я буду все это отслеживать, вот смотреть, что там... Это понятно, это все сложно. Нам надо упрощать. Угу. Все. Хорошо. Покажите. Это тоже самое? Это сенсорные панели. Они тоже бывают проводные, беспроводные. Вот бывают вот... Такие есть для беспроводной системы, где регулировка температуры, включение-выключение, анимирование. В принципе, с такой панелки можно тоже управлять всем домом. Ну, вопрос, насколько это удобно. Сейчас работает, откликается? Вот это нет, а вот это да. Можно тут, например, вот скоммутировать вот эту розеточку или менять хоть цвет на лампочке. Включить ему сценарий. А она больше-меньше работает? Да, мы работаем. И то же самое с телефона можно делать? То же самое здесь можно делать. Вот яркость как раз была сейчас. Это не она. Это была другая. Это не... Сейчас мы ее найдем, где она находится. И так. Я вам еще не дал один каталог. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...